Когда у нас есть корень из чего-то, плюс на корень из чего-то. Вспоминайте, какая формула с этим сразу связана. Замечательно. И что же из этого следует? А из этого следует простая вещь. Если обе части здесь разделить на сумму корней, то у нас получится такая разность. Корень из х минус корень из у, это х минус у разделить на... Какое это имеет отношение к нашей задаче? Самое прямое. Например, корень из двух минус один. Это два минус один. Один, это, конечно, корень из одного, да, если угодно. Хотя корень из одного это надо. Разделить на сумму корней. То есть это не делится, разделить на один плюс корень из. Отлично. А если я возьму корень из четырех минус корень из трех, то это будет 4 минус 3 разделить на сумму корней. То есть это будет наша единица разделить на корень из трех минус корень из четырех. Привет, пользуясь вот этими всеми формулами, я могу легко переписать вот это выражение. Итак, что здесь писать? Корень из двух минус один. Что здесь писать? Корень из четырех минус корень из трех. Что здесь писать? Корень из трех минус корень из трех. Что здесь писать? Корень из ста минус корень из девяносто девяти. Теперь картина. Вот есть вещественная осень. На ней есть число 1, корень из 2, корень из 3, корень из 5. Господа, в общем, там далеко-далеко-далеко. В конце будет корень из 97, корень из 98, из 99, корень из 100. Какие отрезки вас интересуют? Вот этот, вот этот, вот этот, а также этот, этот, ну и так далее. Вас интересуют отрезки, взятые через один. Согласны? Замечательно. Если вы мне сейчас. Так, кстати, к чему равна длина всего этого отрезка? От единицы до корня из 100. Сколько есть? 9. Потому что корень из 100 это 10. Корень из 100 минус 1 это 9. Если вы мне сейчас докажете, что каждый из этих отрезков больше следующее, то получится, что наши отрезки занимают больше половины всего. Значит, нужно доказать, что когда вы берете подряд три числа, давайте пишем, корень из n и корень из n плюс 1, то вот этот отрезок обязательно больше этого. Давайте это запишем. Корень из n минус корень из n минус 1 больше, чем корень из n плюс 1 минус корень из n. Вперед. Ух ты, ишь, какой хитрый. Заметели? Поняли, что он сделал? Он вспомнил, что же это такое было на самом деле. Это была единица, деленная на сумку гранит. Дело в том, что в исходном виде это было вообще чем-то. Понятная история? В исходном виде в одном случае у вас знаменатель стоит корень из n плюс корень из n минус 1, а в другом случае стоит корень из n плюс корень из n плюс 1. Ну, корень из n это не тот штаба, но в одном случае корень из n минус 1, а в другом случае корень из n минус 1. Дошмар? Надо просто вспомнить, что такое это самое разное корень из n минус 1. Все понятно? Спасибо, вы абсолютно правы.